Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живём по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать необязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, не высказать. Ещё раз здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Народная трибуна». Сегодня у нас небольшие изменения в основном составе. Сегодня у нас на скамейке запасных оказался Сергей Зацепин. Ну, а в поле играет Анатолий Червец и на воротах Олет Патлах. Только сильно не бейте. Да, постараемся. Нет. Итак, в эфире «Народная трибуна». Как обычно, на частоте 14.30AM и 99.1FM. Вы нас можете также слышать на нашей веб-страничке radioNVC.com. Вы нас можете видеть и слышать на наших страничках Facebook, radioNVC и на YouTube-канале radioNVC. Зайдя на YouTube-канал, пожалуйста, нажмите кнопочку «Зарегистрироваться» или «Subscribe». Для нам это очень важно. Ну, а также и в тех районах, где, может быть, не очень хорошо слышно радио, вы можете использовать либо ваши айфоны или iProducts, как говорится, загрузив наше бесплатное предложение radioNVC. Ну, а если у вас телефоны или таблетки в стиле Android, пожалуйста, выходите через браузер на нашу веб-страничку radioNVC.com, и там вы нас сможете видеть, слышать. В общем, качество звука, конечно, намного лучше в очень многих районах. Ну, вот вроде бы все объявления сделали. Да, телефон студии 847-400-5200. Набирайте, общайтесь, задавайте вопросы, высказывайте мнения. Ну, и так как сегодня немножко времени как-то поменьше, пожалуйста, сделайте так, чтобы ваши вопросы и ваше мнение высказывались как можно лаконичней. Это будет очень здорово. И последняя просьба, или крайняя просьба, это, пожалуйста, старайтесь представиться. Называйте любое имя, мне, в принципе, все равно какое. Просто иногда нужно как-то обратиться к кому-то, и вместо того, чтобы говорить радиослушатель 1, 2, 3 и так далее, было бы проще назвать имя. Он говорит, hey, dude. Hey, dude, да, слышь ты. Вот, ну, вроде бы так, все оргвопросы решили. Теперь остается решить, какую тему мы будем сегодня освещать. Сегодня как-то странно, Олежка пришел без своих бумажек. Я его не привык видеть без бумажек. Поэтому, ну, ничего, будем как-то выкручивать. Могу дать тебе бумажку? Не надо. Ты знаешь, я вот буквально утром сегодня читал новости. Вообще, ты знаешь, чем раньше ложишься спать, тем раньше просыпаешься. Ну, естественно, куда девать время, или в хеллс-клаб надо бежать, или читать новости. Позавтракать плотненько можно, ну, пусть, допустим. Вот у нас звонок уже есть. Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Юрий. Здравствуйте, Юрий еще. Да, здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, может быть, что-нибудь, какие-нибудь новости у вас есть по поводу расследования расследователей? Да, новости есть, кстати. Вы, как всегда, спасибо вам огромное, потому что... С правильным вопросом. Я всегда могу на вас рассчитывать, задать правильную тему, очень актуальную и очень интересную. Так что, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Итак, значит, новости о расследовании. Ну, самая, наверное, большая новость, это то, что два комитета демократической партии Нижней Палаты, это комитет юридический и комитет по разведке. Значит, юридическим комитетом, как мы знаем, заправляет Джерри Недлер, а комитетом по разведке наш абсолютно дебильный врун, дебильный врун, это Эдам Шеф. Итак, до чего они додумались? Наверное, долго думали, очень. Додумались до того, что все-таки придется вызвать Роберта Малера на слушание, на ковер так называемый. Короче, что они сделали? Они ему прислали Сапина. Хотя, вы знаете, ну, сейчас я расскажу сам факты, а потом мы будем уже обсуждать то, что там происходит. Значит, факт того, что они ему прислали Сапина, которую они назвали Френдли Сапина, и теперь он должен появиться в этих двух комитетах, вернее, они соединят или объединят оба комитета как бы в один специально для этих слушаний, и Баб Малер должен будет прийти 17 июля на то, чтобы объясниться, значит, с этими двумя комитетами. Это факты. Теперь предлагаю обсудить... Для чего вообще это все нужно? Вот. Вот как ты думаешь, Олеш? Я думаю, чтобы еще протянуть какое-то время и вытащить больше денег налогоплательщикам. Значит, они хотят расследовать методы его расследования. Значит, на почве каких умозаключений он пришел вот именно к такому репорту, на почве чего он сказал, что Трамп не виноват? То есть, нет, он сказал, что его вина не доказана, но и не доказана его невиновность. Понимаешь? В общем, короче, я думаю, что это просто еще одна тема для того, чтобы полоскали мозги наши средства массовой информации, чтобы им было о чем говорить, еще раз доказывая то, что, в принципе, как была волокита, так и остается. И, конечно же, промывка мозгов, которая была, есть и будет, и вот это их задача. Ведь задача это не успехи Трампа, успехи Республиканской партии, успехи государства. Задача очернить Трампа и его соратников. Да, причем там, интересно, уже успели подсчитать, ну, там без малого, буквально без малого, до выборов, вот у дня выборов осталось 500 дней плюс-минус, не плюс, а минус, там, по-моему, что 6-7 дней. Короче, где-то 493 дня. Так вот, я думаю, что эти два, ну, просто чистых дебила решили, что не, мы 500 дней не протянем без информации. То есть надо что-то еще там разжечь, потому что, ну, о чем еще говорить? Знаешь что, давай посмотрим на это с той точки зрения. Значит, очень много людей, которые сидят в Сенате, в Конгрессе, включая нашего, одного из кандидатов Байдена, которые, в принципе, в политику вошли довольно молодыми. То есть всю свою жизнь они занимались политикой или, другими словами, ни черта не делали. Балтологией. Балтологией. То есть они приходили на работу, заседали в этих комитетах непонятных, непонятно, что обсуждали, и непонятно, какую цель они хотели достичь. Получали свои деньги, довольно неплохие. Мне кажется, что они просто вообще потеряли реальность, чувство реальности. Вообще, что, что, чего, сколько стоит. Вся их задача, вот сидеть в этих креслах, держаться за них зубами, и, как говорится, ничего не делаем. Так вот, я на днях, я просто так смеялся, когда Байдену задали вопрос, вот почему вот вы были с Обамой 8 лет? Почему же он вас не номинировал на... Почему он за вас не подписался? Да, на что Байден сказал, а я его попросил. Да, чтобы он за меня не подписывался. Приношу вообще ответ человека, который хочет быть, стоять у руля государства, хочет быть президентом. Вот это показывает их и опыт, и ум. Ну вот теперь давай я немножко, сейчас мы обсудим все-таки вот именно вариант с Малером. Почему? Объясню. Там есть интересная, будем ли так, легальная подоплека. Очень интересная. Значит, смотрите, что происходит. То есть, почему вот этот, почему я назвал этих двух дебилами, не просто потому, что мне нравится их называть дебилами, даже не просто потому, что они есть дебилы. Потому что они заслужили. Да, а потому что они приняли решение, которое фактически, я думаю, что, причем не только я, я не один такой умный, но думаю, что это обернется против них огромнейшим минусом. Вот именно то, что они затеяли. Смотрите, что получается. Мы все помним, когда шло расследование в кавычках Хиллари Клинтон, потом вышел Коми, генеральный, то есть, он был директором ФБР, и он взял на себя ответственность так называемого генерального прокурора и вышел к камерам и объявил о том, что ФБР, проведя расследование, решили, что судить Хиллари Клинт, они никогда в жизни не докажут ее вину, потому что так, так, так и так. Теперь, что сделал Малер? Малер, выйдя вот буквально сколько там это было, месяц тому назад, когда он вышел как бы на пресс-конференцию, хотя он отказался принимать вопросы, он вышел и сказал, что мы не вынесли обвинение Трампу, потому что мы посчитали, что так как он является президентом, мы все равно не сможем его обвинить. Значит, поэтому мы его не обвинили, но мы его и не оправдываем. Вот запомните вот эту фразу. Это та фраза, которая может похоронить, ну, в таком, в переносном смысле, всю карьеру, перечеркнуть всю карьеру Малер. Почему? Потому что Малер является прокурором. Он был назначен специальным прокурором. И как мы уже об этом говорили, задача прокурора не оправдывать. Задача прокурора провести расследование и в конце этого расследования либо обвинить, вынести обвинение, не обвинительный приговор, а вынести обвинение, которое потом должно будет быть подтверждено судом, и только суд может вынести обвинительный приговор. Так вот, прокуроры не входят в обязанность прокурора, вернее, это вообще никакого отношения к прокурору не имеет, оправдывать подозреваемых или людей, находящихся под следствием. Это не их работа. И в тот момент, когда Малер сказал, что он не мог обвинить, но и не может признать невиновным, вот тут Малер себе подписал так называемый юридический приговор, потому что он прекрасно понимал, что эти слова будут звучать в ушах и, как говорится, в устах республиканцев до конца его жизни. Шиф начал требовать тестимоний от Малера, по-моему, еще где-то месяц назад. Да. И когда Малер сказал, что этот репорт и есть мои тестимонии, то его это не удовлетворило. Малер сказал больше, он сказал, я больше ни о чем больше разговаривать не буду и ни на какие вопросы отвечать не буду. Что его подтолкнуло на то, что он согласился все-таки выступать? Объясню. Вот расскажи это ради слушателей. Да. Значит, что получается? Вот эти два дебила, еще раз повторяю, заслуживших название дебила, они не могут никак успокоиться, им не о чем говорить, они не могут отпустить эту вот эту идею. Значит, Малер появился вот тогда на вот этой как бы пресс-конференции в расчете на то, Малер не хочет появляться перед республиканцами, он не хочет, он прекрасно понимается, он сумасшедший прокурор, он сумасшедший адвокат, он понимает прекрасно, что попав на растерзание, то есть ведь в этом комитете не только демократы. Его разорвут как стервятники. Ты себе представляешь попасть во гнев такого, как Джим Джордан, Марк Мэддуз, и даже тот же... Ред Клэв. Ой. Кто? Ну, Рэн, это Сенат. Это Сенат. А, ты имеешь в виду в Палате? Да, в Палате, да, да. Понимаешь, то есть попасть этим ребятам на, как говорится, на растерзание, то есть от него не останется мокрое место, вот этого Роберта. Мне нравится мотивировка шефа, он сказал, что репорт не дает полной информации, которую мы ожидали. То есть два года длился вот этого расследования и Малеру не могли объяснить, чего не ожидал. Чего не хотели? Понимаешь, да. А теперь... Памечка, вспомни наш с тобой разговор вот здесь. Когда мы говорили, что вот должен выйти, вот репорт должны публиковать, мы с тобой сказали, ха, думайте, это конец, еще будет и будет и будет продолжаться вся вот эта вот бодяга, еще будут влить эту воду из пустого в порожнее, и мы еще будем долго слышать об этом. Ну вот, вот мы об этом и слышим. Значит, что получается теперь? Теперь получается так. Да, Эдам Шеф, опять же, не будучи очень таким умным человеком, далеко не умным, он сказал, что ему мало информации. Малер в свое время сказал так. Я, даже если вы меня вызовете на ковер, я буду говорить только в рамках вот этого рапорта, то есть, что так называемые four corners of the report, то есть, только вот в границе именно вот этого рапорта. Теперь, что это значит? Значит, демократы будут задавать ему вопрос, он, если этот вопрос не будет внутри, соответственно этому рапорту, он скажет, вы меня простите, я не имею права это обсуждать. Теперь, в рамках самого репорта, что они могут ему сказать, что нам, мы не поняли ваши выводы, он скажет, они не поняли вашей формулировки. Значит, все, что я хотел сказать, я все изложил в рапорте, это будут его ответы. Теперь, единственный, опять же, вопрос, который они ему могут задать, который как бы в рамках и не в рамках, это было, происходило ли на вас давление со стороны генерального прокурора, на что Малер отвечать не будет по двум причинам. Во-первых, он сам себе не враг. Он сам себе не враг, а во-вторых, он, если он скажет, что на него давил бар, он прекрасно понимает, что на него обрушится, то есть, ему будет намного хуже, сказав это, чем сказать, ребята, не было на меня никакого. Это называется не плюс колодец. Да. Теперь, вот у нас и звонок. Добрый день, вы в эфире. что он скажет? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня и завтра начнется дебатка вокруг кандидатов от демократической партии. Да. Как вы думаете, будут ли подняты вопросы связи Байдена с Украиной и в Киеве? Нет, нет, ни в коем случае. Или они все же будут концентрироваться в бодании на грамм? Нет, дело не в этом, дело не в этом. Сегодняшние дебаты, поймите правильно, этим несчастникам дается по пять минут каждому. Не успею. Каждому, Чисто для того, чтобы себя представить и для того, чтобы, ну, постараться сказать о своей основной идее. То есть, там сегодня просто не будет времени, ни сегодня, ни завтра, потому что, сегодня, как бы, идет нижняя часть вот этих красавцев, представителей, а завтра будет вот эта верхушка, то есть, верхних 10, сегодня будет нижних 10. Поэтому, ни сегодня, ни завтра, в принципе, абсолютно ничего обсуждаться не будет, им дается по пять минут, причем по регламенту дебатов они не имеют права друг друга прерывать, они не имеют права друг с другом спорить, и они не имеют права друг друга опровергать. То есть... Хорошо, можно еще один вопрос? Это же не первые дебаты, а вот еще много дебатов, а вот по ходу действий, уже когда будут выборы начаты, будут ли они друг друга, скажем так, критиковать, или все же при Обаме и Хиллари Клинтоне они же никогда ни Хиллари, ни Обаму не критиковали, хотя за ними было огромное большинство преступлений. Понятно, давайте мы делаем так, я сейчас приму еще не на звонок, и я обязательно отвечу на ваш вопрос. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, извините, вы так не рассказали, действительно у него очень тяжелое положение будет во время заседания. Почему он согласился, вы так и не ответили на этот вопрос? я понял, отвечаю, прямо сейчас. Добрый день. Значит, Малер согласился на эту вещь? Значит, ему у Малера появилась такая, то есть, ему дали, сделали ему вилку, так называемую. Что это значит? Он, вот тем, что он тогда вышел на эти девять с половиной минут, он рассчитывал на то, что он на этом поставит точку, он дал демократам так называемые повод для обсуждения, и что его оставят в покое. Проблема с этим получилась в том, что он, тем, что он сказал, что он ставит точку, он сам себя поставил под удар, потому что он, в принципе, никто, и звать его никак с точки зрения закона. Он будет говорить и будет давать показания ровно столько, сколько его будут спрашивать. Он не имеет права, он забыл на секундочку, что он, во-первых, не генеральный прокурор, а во-вторых, он не кум-королю. То есть, он все равно, он не является независимым прокурором, который был, Кен Старр, он был специальным прокурором, а специальный прокурор отличается от независимого тем, что он работает на Department of Justice. И поэтому Малер сам себе поставил приговор тем, он просто разозлил народ, сказал, что я больше об этом говорить не буду. Значит, ты не кто, ты будешь говорить столько, сколько тебя будут спрашивать. Но, вот эти два дебила, они могли абсолютно спокойно дать этому прокатиться и, как говорится, забросить мячик. Не трогать его. Вау. Но Шив сказал, что если он откажется, это прямое доказательство того, что на него давили. Дело не в этом. Дело в том, что он, да, но это само собой, да, да, но там получается ситуация такая. Если бы его оставили в покое в Нижняя Палата, в которой большинство демократов, у нас, не забывайте, есть еще Сенат, а в Сенате мы имеем большинство. И в Сенате юридический комитетом заведует Лензи Грэм. И вот этот Лензи Грэм, к нему попадя, как говорится, в когти, опять же, то есть, для Малера вот эта вот вилка, его бы, либо там растерзли, прокинули бы в Нижней Палате, если бы его не вызвали сейчас, но тогда он бы попал в Сенат, в тот же юридический комитет, где уже большинство республиканцев, и там тоже, поверьте мне, сидят люди, которые на него очень злые, очень. Так вот, почему Малер согласился? Во-первых, ему дали Сапина. Вы понимаете прекрасно, что он, являясь прокурором, он не имеет права не прийти на слушание. Теперь, другой разговор, если бы он не пришел на слушание, его бы взяли в суд, и суд ему бы приказал явиться на слушание, то есть, он бы по-любому оказался на этих слушаниях, поэтому лучше бы он пришел сам по себе, чем идти через весь этот суд, и потом все равно оказаться там, вот поэтому Малер пошел. Он заранее предупредил, что он не имеет права обсуждать ничего, кроме как рамки этого рапорта, то, что касается этого рапорта, но проблема в чем? Проблема в том, что ему есть такое понятие, что молчание тоже имеет какое-то значение, и теперь что получится? То, о чем его будут спрашивать, почему я сказал, что это может вернуться бумерангом против демократов, потому что на те вопросы, которые интересуют их, он имеет право не отвечать. В каком смысле? Там все написано в рапорте, их больше ничего не интересует. А вот то, что интересует республиканцев, если он будет продолжать отмалчиваться и каждый раз говорить, я не буду это обсуждать, вот это упадет огромной тенью на его репутацию, потому что человек, который себя чувствует невиновным, не будет отмалчиваться, и когда ему зададут вопрос, тот же Джим Джордан или Марк Мэрроз, или Рэдклифф, или Кинкейт, когда ему зададут вопрос, скажите, у вас был неэлементированный мандат на расследование, почему вы даже не обратили внимание на то, что вот этот файзо-воррент, это разрешение на прослушку, был получен незаконным путем, и тут ему придется сказать, я на этот вопрос отвечать не буду, следующий вопрос пойдет таким образом, когда вы узнали о том, что не было калужин между Трампом и русскими, ему придется на это ответить, почему, потому что если он об этом узнал допустим год тому назад, а об этом если вы помните еще говорил Питер Страк, который на допросе на интервью сказал, что он там не видит никакого дэр-дэр, то есть никаких оснований он не видит, это вот там еще тогда, два года тому назад это расследование должно было бы прекратиться, а не тратить 20 или 30 миллионов долларов и два года на то, чтобы заниматься просто фреймом Трампа, ведь все прекрасно понимают, чем занимался Малор, Малора задача была, никакая Калужина Калужина не интересовала, его не интересовала, потому что это не криминальный поступок, ну да, Нокии доказали, что Трамп там кому-то что-то все, Калужин это не криминал, а вот сдача каких-то, то есть абстракшн, это криминал, так вот, они искали какие-то обстоятельства, его обвинить именно в препятствии правосудии, и поэтому у них заняло такое количество времени, и поэтому они посадили Кована, они поэтому посадили этого Менефорда, они поэтому чуть не посадили Флына, разорили его полностью, они искали зацепку вот именно вот этого препятствия правосудия, и когда они поняли, что ничего не будет, они прекратили вот это расследование. Давайте, дорогие друзья, сейчас уйдем на рекламную паузу, я не забыл вопрос о дебатах, я обязательно отвечу на него после рекламной паузы. Ну вот, не успели вернуться, как мы вернулись. Как эфир, эфир катит в глаза. Да-да, народная трибуна с вами, Олег Патлах, Анатолий Червец, номер телефона в студии 847-400-5200, и я сразу, перед тем, как принимать какие-либо звонки, я хочу ответить на вопрос по поводу дебатов. Значит, будут ли они друг другу грызть глотки? Конечно, будут, по-любому. Вопрос только в том, кто кому. А вот это... и насколько будет зависеть от верхушки комитета демократической партии. То есть, сегодня председатель демпартии это там Перез. И вот я думаю, что там у него он очень скверный характер, во-первых. Во-вторых, это человек, которому в принципе все фиолетово. почему они его выбрали честно, я не знаю. Но, тем не менее, все будет зависеть от того, кому дадут разрешение, кого рвать. Теперь, будут ли копаться в грязном белье Байдена, значит, если если демпартия решила его слить, как человека, который в принципе не нужен. Ну, он не нужен, да, он ничего, это вот, смотрите, что получается. Во-первых, не нужен, во-вторых, если у него нет действительно сильной программы, то они понимают, что он не выиграет. Программа у него нет вообще. Вообще нету, да. Дальше. У него он людей не собирает вообще, вот даже когда он устраивает такие митинги, 200-300 человек. Ну вот, то есть этими людьми не заполнить, как сказал на Факт-ньюз, ими не заполнить даже коридор того заведения, в котором выступал Трамп, в Орландо-арене. Хотя, хотя, наши СМИ говорят, что он лидирует. Ну да. И вот теперь непонятно, чем он лидирует. Он лидирует, почему? Потому что так как наши СМИ, я имею в виду не наши, а левые СМИ, проводят опросы, вот как они проводят, так он и лидирует. Давай ответим на вопрос. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы на все вопросы в размаху отвечаете. Вы умный, наверное. Наверное. вы что, я? Подожди, есть такой анекдот, передайте, пожалуйста, на билетик, если вас не затруднит. А вы что, интеллигент? Нет, что вы, такое же быдло, как Юй. Алло, вы еще там? Или вы так, испортили воздух и убежали? Понятно. Да, на вентилятор называется. Да, 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 да. Понимаешь, что? Понимаешь, что? Понимаешь, что? Понимаешь, что? Понимаешь, что? Короче, теперь что получится? Значит, у Байдена людей он не собирает. Денег, я об этом сказал, кстати, вот меня, мне молодой человек сделал комплимент, что я, наверное, очень умный. Наверное. Наверное, потому что какое-то время тому назад, когда Байден за первый день собрал 6 миллионов, я сказал, ребята, не торопитесь. Это все? Это не показатель. Больше он не собрал. И вот так оно и получилось. То есть Байден вот эти 6 миллионов, как говорится, удар был, все его поддерживающие сбросились быстренько по пару копеек, и на этом, как говорят украинцы, скинчалось. Вот. Поэтому я не знаю, насколько Байден нужен тем партии. Я больше чем уверен, что они понимают уже, что Трампу он не помеха. И вот именно из-за этого я думаю, что может быть они его и согласятся слить. Теперь станет вопрос, если он ну имеет хоть какое-то понятие еще о том, что происходит, если он не совсем маразмат, он должен просчитать, что если они полезут в его грязное белье, там попадет и его сыну, там выгонят на гора и его все дела на Украине. И Украина, и Китай, и все остальное. И поэтому я бы на его месте, если бы я вот прочувствовал, что меня собирается слить, а уже был этому первый показатель. Когда против вас начинают работать ваши же газеты, то есть вот эти левая мидия, которая в принципе является рупором демократической партии, когда вас начинает мешать с грязью левая мидия, это уже первый показатель того, что вас собираются слить. Так вот, я бы не дожидался на его месте того, чтобы меня слили. Я бы прошел вот эти первые дебаты и если бы я почувствовал, что там ну лажа, я бы сказал, ребята, знаете что, я себя плохо почуваю, поэтому извиняйте, погорячился, пошел-ка я домой. Поеду-ка я на Украину. Да, влюлю. Да. То есть вот я думаю, что оно так и произойдет, потому что иначе ему в его там сколько, 76 лет? 78. 78. Я не думаю, что он готов раскрывать и ворошить это старое белье. Это ответ на ваш вопрос по поводу того, будут ли Байдену припоминать все его вот этот послужной список. Ну, а дальше, если говорить о том, что будет на дебатах, значит, конечно же, там это будет банка пауков не сегодня и не завтра. Эти дебаты, это будет, это даже не дебаты, это так называемое представление себя. Время представления, да, себя, то есть я такой-то, такой-то, и зовут, фамилия моя такая-то и так далее. И я левый социалист. Вот. Ну, а потом последующие дебаты, конечно же, будут очень интересны. Я по-любому буду смотреть и сегодня, и завтра. Посмотрим, может быть, мы даже в пятницу это дело обсудим уже, как говорится, постфактом. Но пока что, в принципе, там сегодня и завтра ничего особенного происходить не будет. там будет только один основной вопрос. Как ты думаешь, какой? Кто может, кто может победить Трампа? Могу ли я? Хочу ли я? Да, вот скажи мне. Вот это будет основной вопрос. Вот будем смотреть сегодня и думать, ну, кто же из вас? Вот этот звонок есть. Добрый день. Добрый день. Что касается допроса Мюллера, то ему должно такой вопрос задать. Вот этот дебил-шиф, он заявлял публично, что у него есть доказательства сговора Трампа с русскими. И ему спросят, допросил ли он этого шифа? Если не допросил, то почему? Да, я вам больше скажу. Я вам больше скажу, какие доказательства он предоставит. Я вам больше скажу, когда шиф повелся на вот эту вот подставу со стороны Украины по поводу того, что есть компромат на Трампа, это уже должно было быть, в принципе, признано как сговор с враждебным государством. Поэтому я бы тоже это... То есть, поверьте мне, там будут вопросы... Я же говорю, я ему честно, вот я ему в долю не иду при всем том, насколько я его презирал за то, что он вытворял, будучи спецпрокурором, вот при всем при этом, я просто ему в долю не иду. Но с другой стороны, по делам, по делам. Ему вообще... Я не понимаю, ему 73 года, окей? Он, когда взялся за это дело, ему уже было 71 год. Он уже был на закате, у него была более-менее хорошая карьера прокурора. И обеспеченная старость. Обеспеченная старость. Ну, вот сейчас вот этим, тем, что его вызвали эти демократы, они себе вырыли сами я. Конечно. Это без вариантов. И ему вместе с говорили. И ему и в первую очередь. Абсолютно. Абсолютно. Спасибо вам большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. А сколько лет бару? И зачем ему это надо? Я вам скажу, зачем. Спасибо. Барр. То есть, это действительно человек, у которого идеальнейшая репутация. Если у Малера репутация была все-таки серьезно подмочена вот теми расследованиями компании Enron, где он вместе с Эндрю Вайсманом и там еще несколько человек расследовали как бы эту организацию, пересажали там. То есть, посадили четырех руководящих работников. Я имею в виду действительно верхушку. Потом люди закрылись. То есть, компания закрылась. Десятки тысяч. Enron это была огромнейшая энергетическая компания. Компания закрылась. Люди остались без работы. Десятки тысяч. Тех, которых посадили значит, через там, по-моему, через два или три года суд признал вот эти все расследования недействительными, оправдал тех, которых посадили, но к этому времени, к сожалению, уже один человек умер в тюрьме. То есть, у него было все-таки немножко подмоченная ситуация, ну и поэтому в принципе ему плюс у него еще была проблема в том, что он очень хотел стать директором ФБР, когда уволили Коми. Да, да, была эта история. У него, он очень любит сознательный человек и он считал, что он должен закончить свою карьеру, будучи директором ФБР. Но ему 69 лет, то есть у него еще четыре года, чтобы достичь возраста Мауэра. Ну да, в принципе, по нашим меркам довольно молодой. Не, 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 я сейчас говорю, я сейчас говорю о Мауэре, ему 6 лет, Бару 69, то есть радиослушатель задал вопрос, сколько Бару, я говорю, что Мауэру очень хотелось стать ФБР-директором, поэтому он взялся. А вот Бар, почему взялся? У Бара идеальнейшая репутация. Он человек, который на все 150 процентов, ну, будем говорить так, служит, да, он бескорыстный, он служит Конституции Соединенных Штатов и Департаменту Юстиции. Поэтому Бар, когда он увидел, что происходит, вот это абсолютно абсурдное поведение демократов, ФБР, Департментов Джастис, он посчитал необходимым, имея такую репутацию, как он, вмешаться в это и все-таки как-то помочь восстановить репутацию и Министерства Юстиции, и ФБР, и ЦРУ, и так далее. Не забывайте, что он еще был от Орни Дженера при Буше АЦ. Два раза? Да, 91-93 год. Так что добрый день, вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста. Я понимаю, что это суперидеальная фигура, но вы знаете, что Мороз тоже был директором CIA в свое время? Ну, конечно, он не был директором. Он был директором CIA. Или он, да-да-да, он там... Он был директором CIA. Да, да-да-да, он работал сначала... Чистый человек во времена Буша. Да, да. Но оба идеала, оба предпенсионного возраста, по-вашему... Подождите, секундочку, почему... Я не вижу разницы. Секундочку. Что вы имеете в виду оба идеала? Кто идеалы? В свое время они оба были идеалы. Нет. Сейчас надо очернить одного, идеализировать другого. Окей. А вы считаете, что Малер не заслужил быть очерненным? А, нет. Он сделал свою работу. Серьезно? Он сделал свою работу. Правильно, неправильно, но он сделал свою работу. Ага. Сказал... Сказал то, что... Значит, давайте, подожди, подожди, подожди. Вот сейчас... Секундочку. Я вас остановлю на одну секунду. Хорошо? Хорошо. Значит, у вас машина есть? Да, я еду. Я еду на машине. Нет, я вообще спрашиваю. Машина есть, да? Конечно, да. Ну, вот, привезли вы вашу машину в мастерскую. Да. Заплатили 400 долларов, выехали, а там проблема. Да. А вам говорят, слушай, ну... Ну, мы же работу сделали. Мы же работу сделали, неважно, хорошо, плохо, но мы ее сделали. Вас этот ответ устроит? Нет, конечно. А что же... А тогда почему же вы позволяете себе высказать то же самое по отношению к человеку, который не только не сделал свою работу, о которой, заведомо зная, пытался утопить таких людей, как генерал Флэн, как пол, тот же пол Манафорд. Я уже не говорю о Трампе. Вы считаете пол Манафорд или генерал Фрин идеалами общества? Ребята, о чем вы говорите? Идеалов общества? Не путайте идеалы... Окей. Ребята, особенно Манафорд, какой он идеал общества? Вы что? Тогда дайте мне... Вы затем закрутили голову своим слушателям? Давайте... О, 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 вот это... Тихо, тихо, это была причина звонка. Вот тут я, да, я люблю вот эти вот дела, вы закрутили голову. Сейчас будем ставить шах. Вы советники там Трампа, но его вся история... Молодой человек, значит, я вас сейчас выключил, чтобы вы понимали, что вас не слышно. Почему? Потому что вы не даете мне вставить слово. Если вы замолчите, я вас включу опять. Окей, окей. Теперь, теперь, вопрос, вопрос. Он потопил Манафорда, потому что Манафорд, ну, вот, негодяй заслужил сидеть. Правильно? Я слушаю вас. Я спрашиваю, правильно? Манафорд? Да. Нет, нет, правильно, что... Который заслужил сидеть, правильно? Правильно он его осудил. Да. Тогда скажите мне такую вещь. Вы такое имя, как Джан Подеста, слышали? Да. Так, А чем, а в чем была разница между Джаном Подестой и Полом Манафорда? Я не вижу эндайтмента против Подеста. Вы не... Никого эндайтмента не было. Подождите, а вы, вы видите, разницу, вы видите, между Подестой и Манафордом? Да, я вижу, потому что... эндайтмент и судом Грэн-теории и Криминал-теории были обвинены в преступлениях. Окей, кем... Подождите, кем были обвинены, кем были вынесены... презумпция невиновности? О чем вы говорите? Кем были выставлены обвинения Полу Манафорду? Что, пожалуйста? Кем были выставлены обвинения Полу Манафорду? Манни Ландри. Так, а теперь скажите... Да, а теперь скажите мне, пожалуйста, а чем занимался Джан Педеста? Еще раз, чем... Чем занимался Джан Педеста? Скажите, пожалуйста. Молодой человек, еще раз, я с вами буду разговаривать только в том случае, если вы будете отвечать хотя бы на мои вопросы, а не просто пороть чепуху. Скажите мне, пожалуйста, чем отличаются действия Пола Манафорда и Джана Педесты? В чем? Действия? Тем, что суд признал действия... Нет, нет, вопрос не про суд. Молодой человек, я не спрашиваю про суд, я спрашиваю, чем отличались действия, скажу по-русски по-другому, чем то, что делал Манафорд, отличалось от того, что делал Педеста. А я не видел ни одного индайтмента на Педесту. Ни одного... Вот, вот тут мы пришли, это называется шах и мат. Почему? Потому что Джан Педеста делал абсолютно то же самое, причем вместе с Полом Манафордом, что и Пол Манафорд. но Малер являясь абсолютным негодяем, выставил обвинение Манафорду, но не счел нужным вынести обвинение по Десту. Почему? Я не знаю. О, шах и мат, будьте здоровы. До свидания. Что и требовалось доказать. То есть, заниматься болтологией это предел, ну, скажем так, не очень разумных людей. Это люди, которые не умеют мыслить, люди, которые не умеют анализировать. Понимаете? Человек сказал, они что, идолы, а никто из нас не сказал, что они идолы, потому что идол, это что-то такое, наверное, сегодня такого не существует. Поэтому никто не говорил, что они для нас идолы, Боже, сохранить. Никто пред ними не преклонялся. Молодой человек, мой вам совет. И вы, когда звоните на передачу, имейте перед собой факты и рассуждайте и доказывайте фактами, а не забалтывайте именно вот эти факты. Поэтому, и тогда вам будет, с вами будет намного интереснее разговаривать. А всем остальным прошу прощения за то, что вы стали свидетелями вот этой перепалки, но это была не перепалка. Моя идея была доказать вам всем, что вот люди такого склада, как вот этот позвонивший, это чистые болтологи, которые просто огульно говорят о том, о чем понятия не имеют, что он сам, в чем он и признался. Так, всем огромное спасибо, будьте здоровы и обязательно завтра услышимся в передаче неполиткорректное ток-шоу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!